Всем привет, с вами Мистерия. Чему чеченцы научили тьорских казаков? Тьорских казаков, проживающих на Серднем Кавказе, даже внешне нередко путают с чеченцами. За века сосуществования они многое переняли у ближайших соседей. Слово «казаки» появилось в конце 15-го столетия. Так называли вольных людей, которые работали по найму или несли военную службу на пограничных окраинах России. На Серднем Кавказе казаки впервые появились в 1578-1579 годах, когда по требованию Турции была снесена русская крепость на реке Сунжи. Чтобы неторить ситуацию в регионе, российские власти послали сюда казачьи отряды с Волги. Прибывших казаков взял под свое покровительство чеченский князь Шиха Мурза, Котский, Акинский, находившийся в союзе с Москвой. Всего их первоначально насчитывалось не более 300-500 человек. Поскольку они состояли на временной службе, то прибыли без семей и не заводили хозяйство. Сначала чеченских казаков называли «гребенским» от старого казачьего слова «гребень гора», а позднее переименовали в «терских» по названию реки Терек, протекающей в этих краях. К середине 17 века местное казацкое население стало оседлом. Казачья община звалась войском и управлялась выбранным атаманом и войсковым кругом. В казачьей городке на Тереке постепенно стекались беглые крепостные крестьяне и посадские люди из центральной России и Поволжья Украины. Были среди пришлых и черкесы, кабардинцы, чеченцы, кумыки, грузины, армяне, которые по тем или иным причинам вынуждены были покинуть родные места. Среди них было много и христиан, так как до принятия ислама горские народы активно исповедовали языческие христианские культы. Многонациональный состав казачьих станиц, а также их соседству с горскими аулами способствовали заимствованию многих обычаев и культурно-бытовых традиций. Также как и горцы, в частности их ближайшие соседи чеченцы, казаки занимались земледелием и скотоводством. Также вместе с чеченцами и ингушами они охраняли рубежи русского государства и строили военные укрепления. Казаки, подобно чеченцам, проводили состязания по джигитовке, во время которых упражнялись смелости, находчивости и искусство верховой езды, а женщины-казачки, как и чеченки, занимались семьями. Домашний быт тверских казаков также складывался под влиянием соседей-горцев. Так они часто строили сакры по типу чеченских. Внутреннее устройство казачьих жилищ мало отличалось от горских. И те, и другие делились на две части, схожим было и управство комнат. Лев Толстой, в молодости живший в этих краях, писал, что гребенские казаки устраивают свои жилища по чеченскому обычаю. Традиционно в каждом казачьем жилище, как и в Горском, имелся целый оружейный арсенал. Обычно под него отводилась одна из стен. На ней висели кобура для пистолета, револьвер, берданг или двустволка, несколько кинжалов, в том числе и в кожаной или серебряной оправе, а также шашка с серебряными бляхами. Заказывали казаки все это, как про чеченских мастеров-оружейников. В старинных казачьих песнях даже говорится о знаменитых тагинских клинках. Казачья одежда также мало отличалась от чеченской. Мужчины носили кавказские бурки, бешметы, папахи, башлыки, черкесски. Непременно надевали кавказский пояс, а у поясов носили кинжалы и газыри, оружейные заряды с наконечниками серебра или другого металла. На ноги надевали сапоги, ноговицы, чайки с обшитыми голуном или бархатом чулками. Одежда, как и у чеченцев, делилась на простую и праздничную. Конечно, не обошлось и без кулинарных заимствований. И сегодня в кухне тверских казаков присутствуют чеченские национальные блюда – лепешки с начинкой сыра и овощей, пресный хлеб, паста, дат-кадар, смесь торга с топленым маслом. Довольно быстро в жизнь тверских казаков вошли горские музыкальные инструменты – зурна, свирель, пандур, а наурская лесгинка превратилась в казахский национальный танец. Неизбежны были языковые заимствования. Многие бытовые термины, употребляемые чеченцами, например, касавшиеся одежды и оружия, вошли в словарный запас казаков. В переговорах между русскими коренными жителями Кавказа тверские казаки обычно выполняли роль переводчиков. Разумеется, и казаки-егорцы нелетко роднились между собой. Тем более казаки часто остановились кунаками, побративами своих соседей. Казак мог взять жены чеченку, сестру своего кунака. Поэтому и сегодня во многих терских казаках течет чеченская кровь.